снова здравствуйте сегодня у нас продолжение темки стереотипы медиков да у нас были стереотипы медиков 1 стереотипы 2 стереотипы 3 фигу морская фигура замри вот ну то есть конец считалки собственно смотрите что у нас получилось у нас получилась очень интересная ситуация я перечислил несколько отдельных стереотипов всего лишь несколько из большого большого количества в общем то я не стремился все эти стереотипы как-то записать сформулировать значит выложить там изобличать медиков и так далее в конце концов сколько у нас медиков в стране примерно столько стереотипов и существует смысл все их перечислять жизни не хватит здесь важен сам принцип принцип того что у нас фактически наука причем наука биология существует отдельно а люди которые значит должны ее применять на пользу населению они значит как бы получается отдельно если биология гранит говорит значит одно почему-то значит человек в белом халате считает совершенно по-другому при этом этот же человек считает что он второй после бога на земле только потому что ему выдали диплом вот масса примеров когда медики просто-напросто отказываются обсуждать любую проблему с человеком который медиком не является сразу просто а вы врач ах нет абсолютно не принципиально что ты будешь ему говорить абсолютно не принципиально какие знания ты покажешь все для него ты уже не человек в смысле не человек с которым можно разговаривать для него ты уже пациент потенциальный значит там клиент морга и так далее то есть мы имеем результаты неправильной подготовки людей то есть одной стороны кто-то там чего-то старается делает да с другой стороны значит мы имеем именно что результаты неправильной подготовки потому что готовят получается кого снобов людей причем получается мало образованных что характерно потому что биология говорит одно они говорят другое вопреки науки знаете ли вот они выполняют инструкции исключительно значит но скоро это нейросети смогут делать инструкции это выполнять нейросеть тем отличается что у нее мозгов нет просто-напросто сложный рефлекс запихнутый в машину так ну значит давайте посмотрим как построить у нас правильную медицину я сейчас тот самый случай когда не берусь утверждать что истина в последней инстанции тут чисто так вот сел накидал это надо прорабатывать продумывать разрабатывать но у меня в конечном итоге получается что-то совсем отличное от того что есть сейчас и начинать надо в общем то как положено со школы почему потому что школу у нас проходят все все население и вот это население оно должно изначально знать что делать в самых простейших ситуациях любая тяжелая болезнь она начинается с какой-то самой простой ситуации понимаете она не возникает просто так из ниоткуда бамц и у него значит вдруг онкология ребят так не бывает он к ней шел или его вели и неважно что ему там лет доцать человеку может быть и всего несколько лет от роду но его кто-то старательно тащил и притащил как это происходит я уже описывал вот в общем то у меня есть и статья и серия видео под названием почему дети болеют вот это вот смотрите да поймете значит поэтому надо начинать со школы еще например с ботаники кто мешает на этой самой ботанике подавать примеры необходимых лекарственных болезней этих растений с их применением тут же с правильным применением да сейчас вроде как дают ой подорожник его надо приложить к ранке класс зачем зачем подорожник прикладывать к ранке для этого лейкопластырь есть если на то пошло знаете для этого знаете ли перец есть а подорожник надо прикладывать в другое в другое место в другом случае и и виде кашицы вот в чем дело если ранка то это перец нужен а подорожник для другого подорожник это у нас мощнейший антидот вот в чем дело понимаете кто-то взял и написал глупость вот любой более менее значит продвинутый как сказать травник он в курсе что подорожник надо использовать в виде кашицы а учебник то составляет маривана так поехали дальше то есть ботаника в школе это понятно да это основы что в школе должны давать после ботаники на что идет общая биология то есть еще до анатомии физиологии человека еще идет биология да там про кошечек собачек других зверушек и так далее вот уже там можно начинать давать базовое то что до вернее должно быть базовым понятием медицины это понятие верлентности вот это должно быть базовым понятием медицины вообще изначально а то сейчас получается что не каждый врач помнит что это такое вот не говоря уже про простых смертных вот вы поинтересуетесь покопайте что такое понятие верлентности тогда поймете о чем я говорю но вот отсюда собственно у нас сразу же вытекает понятие санитарии антисанитарии из понятия верлентности мгновенно здесь сразу становится понятным отношение к домашним животным например и здесь сразу становится понятным а почему собственно надо мыть ручки а почему собственно значит нельзя держать мусор рядом с жильем и прочие прочие вещи вот мгновенно сразу же отсюда сразу же значит проистекают такие понятия как почему мамаша не должна облизывать ложку перед тем как накормить этой ложкой ребенка своего а тем более соску особенно нынче у нас сначала чего-то там держала во рту а потом соску значит дикость вот понимаете вот эти вот вещи они начинают там проистекать именно логичным образом дальше соответственно там же уже когда анатомия биология человека и так далее уже можно давать в рамках того же самого об же например да или вместо об уже там расширенный курс биологии по человеку применение применение антисептиков применение детоксикаторов например и так далее и тому подобное роль воды в организме человека вообще нигде не описывается так упоминается о том что человек на столько-то процентов в таких-то вот рамках он состоит из воды все если давать хотя бы базовое понятие что когда человек рождается он значит почти как медуза он практически на 90 процентов там с чем-то состоит из воды а когда умирает он в нем воды всего там 70 с чем-то процентов становится понятно что человек умирает от чего от обезвоживания обезвоживание автоматически тащит интоксикацию то есть все понятно человек умирает от интоксикации понятно да вот эти вот элементарные базовые понятия даваемые в школе закладываемые вот сюда вот они изначально будут менять картинку в жизни у людей все человек уже понимает что происходит в его организме да он уже понимает как себя правильно вести он уже понимает какую травку ему надо есть он уже понимает что что делать если он отравился как вот давеча тут значит дама мне рассказывала о том что она отравилась продуктами питания значит после этого после этого значит когда она почувствовала что ей плохо она сейчас скажу она съела перец в сухую потом выпила перцовую настойку потом все это дело запила значит настойкой маклеи и села говорит смотреть на часы я говорю в смысле отслеживала сколько жить что ли осталось вот не знаю говорит смотрела на часы сидела видимо ждала когда ее там вывернет и так далее нет ей просто стало нормально и все и она ушла дальше почему ну потому что значит продукты питания они либо испорчены и уже содержат токсины либо там какие то не те микроорганизмы микроорганизмы все организмы значит помножены на ноль перцем маклеей все остальное со всем остальным организм справился ей конечно в этом случае надо было теосульфату дерябнуть но тем не менее тоже правильно в другом случае человек старый она могла собственно и до скорой то не дожить как сейчас водится у всех железные двери скорую мало вызвать надо ей еще и дверь открыть знаете ли да вот в чем дело понимаете вот эти элементарные вещи они людям уже в состоянии спасти кучу жизней или просто здоровье вот поэтому отсюда проистекает дальнейшие люди если меньше болеют соответственно банально почему меньше это я уже рассказывал в куче значит различнейших видео и статей на сайте смотрите читайте не надо каждое мое видео рассматривать как нечто отдельное оторванное всего подряд оно все логически проистекает одно из другого если вам здесь что-то непонятно значит смотрите предыдущие серии что называется вот так вот у нас получается значит медицина какая формируется таким образом у нас формируется в первую очередь медицина катастрофу то есть это та медицина которая призвана работать с травмами любого рода ну просто потому что товарищи получившие травму в результате неосторожного обращения с твердыми тяжелыми предметами становятся в первую очередь клиентами пациентами все остальные ведут нормальный здоровый образ жизни потому что понимают зачем это надо и как это делать правильно соответственно под разделом разделом медицины катастроф хирургия под разделом хирургии стоматология наш человек всегда найдет способ как испортить себе зубы даже если у него отобрать мед сахар и прочие сладости все равно придумает орехи будет грызть проволоку будет перекусывать в конце концов вот дальше дальше в любом случае будут оставаться какие-то кадры которые не в состоянии сами себя лечить но встречаются иногда такие умственно одаренные значит или как это сейчас говорится альтернативно одаренные вот которыми которым сколько ни рассказываем все равно не понимает на мой взгляд требуется в таком случае что диагностика должна быть общая не такая как сейчас по отдельному конкретному органу вот а именно что общая потому что вот банально вернитесь к серии видео про по гельминтозам это я просто сижу читаю медицинскую книжку и там как не глист так он дает кучу такой симптоматики что там извините половина болезни туда вписывается по симптомам при этом всем этот глист обычно не диагностируется никак пока человека не вскроешь анализы кала не помогают там так и написано русским по белому значит поэтому диагностика должна быть общая и диагноз должен выставляться на основе общей диагностики общей не конкретной когда лезешь слишком глубоко в конкретику вариации варианты значит то почему так плодятся с неимоверной силой вот диагностика должна быть общая то есть и вариации что там может быть да с вариантами анализы вот смотрите анализы крови например сейчас вот делают общий анализ крови он по большому счету ну знаете он бесполезен что требуется требуется знать гемоглобин значит требуется знать соя да знаете ли достаточно по большому счету достаточно потому что важен не сам диагноз не сам анализ да а важна тенденция то есть анализы должны производиться там условно раз в три дня то есть серия тенс через три дня через три дня через три дня и смотрится вот это вот изменение в какую сторону растет падает там синусоида все это дело должно уже сопоставляться с образом жизни человека что он ел где он был что он делал вот что у него там значит соя у него вдруг резко выросла потом значит обратно упала почему так он знает или может быть навещал кого-то там в хосписе или значит еще где-то он инфекцией хапнул все банально гемоглобин у него упал почему ну потому что обезболивающий он нажрался у него зуб болел понимаете это вот сопоставлять надо это никто не сопоставляет никто этого не делает вот поэтому анализ крови должен быть не такой он должен там должен анализироваться химический состав крови полный химсостав то есть как это у нас лазером сжигается да и мы получаем полный спектр что есть какие металлы в каком количестве вот какие там микроэлементы ну и соответственно определять на количество витаминов и все это дело соотносить с потребным вот масса тела возрастом деятельность и так далее вот это будет вот это будет понятно раньше значит вот этот химсостав обрабатывать было достаточно сложно потому что не было таких калькуляторов которые есть сейчас сейчас эти калькуляторы все что угодно считают у нас компьютерами называются сейчас это проще значительно сейчас если вывести более менее понятные рамки нормального химсостава крови практически здорового человека будет значительно проще ориентироваться сразу будет видно чего прибыло чего убыло вот было так ацетон появился может конечно диабет начинается а может человек ремонтом занимался надышался понимаете что в том что в другом случае требуется что если появился какой-то токсичный ген в крови что требуется детоксикация требуется еще раз повторяю любая болячка у нас чревата проблемами не сама по себе а тем отравлением которое она вызывает вот в чем дело поэтому любая болячка купируется всегда изначально детоксикацией связывать токсины надо в крови и выводить их вот все очень просто ну и соответственно лечение отсюда следует тоже общее достаточно общее понимаете не требуется здесь уже какого-то большого спектра сумасшедших антибиотиков нет потому что в большинстве случаев организм справляется сам организм справляется сам если ему создать условия вот в чем дело антибиотик он выступает в качестве дополнительного яда то есть инфекция травит человека антибиотик тоже травит человека после этого реабилитационный период не наступает потому что его никто не назначает после антибиотиков требуется восстанавливать микрофлору после курса антибиотиков примерно неделя-две требуется не менее двух месяцев восстанавливать микрофлору кишечника а вам в лучшем случае назначают пробиотики попейте недельку ну две а толку две недели это не два месяца вот то есть совсем другая схемка у нас получается совсем другими специалистами со всеми другим оборудованием вот и совершенно иными методами работы вот в чем дело и отсюда соответственно так как опять же да мы смотрим хим состав крови мы смотрим мы создаем у нас получается значит медицины как сказать сейчас медицина антибиотичная а у нас медицина получается биотичная или инженерная медицина или какая она там как ее не назови вот но она это получает совершенно другая медицина которая основывается на том что организм надо не лечить организму надо помогать самостоятельно лечиться Организм у нас самовосстанавливающаяся система, ему помогать только надо Не надо туда лезть своими корявыми ручонками-то Надо убрать то, что организму мешает, а в остальном помочь То есть запитать его тем, чем надо, тем, чем требуется запитать У людей куча болячек возникает просто из-за того, что они, например, очень мало пьют воды У людей куча болячек возникает из-за того, что они жрут не так, не то, неправильно Зачастую бывает, приходит человек разваленно, смотришь на него Ну извините, там нет ничего конкретного Но вот в общем и целом, значит, он никакой Почему никакой? Так, хорошо, как живет? Че ест? Мама дорогая, как ест? Ёкарный бывает Как готовит? Вот удивляешься фантазией, значит, людей Вот, их гениальности Корректируешь режим питания Все нормально Все управляется Режим питания То есть, чтобы человек был здоровый, он должен изначально нормально питаться В принципе А отсюда следует, что государство должно гарантировать человеку санитарные нормы проживания А санитарные нормы это не только мусорка рядом с домом Это наличие самого дома В нашем климате без крыши над головой, без стен и отопления выжить нельзя В принципе, от слова совсем И поэтому вот этот вот налог на жилье Который ввели На мой взгляд, это Это вымогательство Ты не заплатишь, тебя выселили, значит, ты сдох Все Понимаете? Это вымогательство на фоне угрозы жизни Поэтому государство должно гарантировать вот эти вот санитарные нормы Условий жизни Включая жилье И включая продуктовую корзину С учетом возраста Потому что если старикам требуются одни продукты питания То младенцам требуются другие продукты питания Младенцам требуется говядина А старикам у нас требуется кунжут Вот в чем дело Разная ферментативка По-разному организму работает Разные потребности Вот Такие вот у нас дела У стариков идут большие потери кальция Поэтому им хочется творога Потому что им когда-то сказали, что в твороге содержится кальций Творог им нравится Но кальция они оттуда получают мало Потому что ферментативка у них взрослого человека А не младенца Если бы им сказали, что им нужен кунжут, да еще молотый Да, с большим бы удовольствием Вот Вот как-то так У меня все это хозяйство получилось Наверное, немножко сумбурно получилось Но Фактически На данный момент На сегодняшний день Это простое сотрясание воздуха Поэтому Прорабатывать все это хозяйство Я не вижу смысла Детализировать Потому что Тенденция в современном мире Идет не на Сохранение человеческой жизни и здоровья А на сокращение населения На сокращение Населения По данным Росстата С января по июль Этого года Численность населения России сократилась На 150 тысяч Человек При этом Эта же численность Приросла За счет Иммигрантов Мигрантов На 41 тысячу человек Но 100 тысяч человек Извините В минусе Эти мигранты Тоже не с неба падают Они уезжают Из своих государств И там тоже Знаете ли Нет такого прироста То есть Там тоже идет Уболь населения Вот Такие вот дела И чем громче вам Рассказывают О том Что Мир Перенаселен Тем Значит Успешнее Идут Дела У этих товарищей По сокращению Численности Населения Поэтому Биотическая терапия Никому Кроме вас Самих Не Нужна Если хотите Выжить То что сейчас Происходит С онкологией Остается только За голову Хвататься То что сейчас Происходит В больницах Что рассказывают Люди Извините Я все таки Живу не 20 лет На свете И даже не 30 лет На свете И уже даже Больше 40 Я живу Вот Поэтому я имею Возможность Сравнивать С тем Что было 10 лет назад 20 лет назад И 30 лет тому назад Вот В конце концов Я даже готовился Поступать в мединститут Немножко имею Некоторое представление Об этих всех вещах Так вот Сегодняшний уровень По сравнению с тем Что было 30 лет тому назад Это как Уровень Первоклассника Со студентом Вуза Понимаете Вот Уровень Нынешних врачей С тем Что был тогда То есть Это что-то Дикое Невообразимое Вот такие Вот Собственно Дела Получаются Поэтому Еще раз Думайте Своей головой Читайте Просвещайтесь Умнейте И будет все Хорошо Подписывайтесь На мой канал Читайте Мой сайт Ставьте лайки Распространяйте Информацию Поддерживайте Проект Если понравилось Все Всем пока Продолжение следует